про черенки дело в чем про черенки мне задавали вопросы два человека ближайшие дни один из них такой авторитет как антон валерий сафронов и я буду его обстоятельно и так он не сказал так уточните что такое три варианта черенков хотя не спуталась с палом надеюсь нет поехали значит вот это моя любимая фотография одна из первых учебных значит чему я говорю черенок череночку кровь если вы научитесь улучшенной к полировкой не обязательно ей вот кто-то и почкой может классно привить и каждую почку использовать если привив к полировке то есть глазочком по второму то вообще если питомник то по-другому не сможет а для нас главное чем это моя железовская чем одно из моих утверждений постулата чем толще черенок подвое и прямое при том что они одинаково подчиняются закону сопоединения почек знаете мои законы самые простые в мире после третьей почки подвое четвертая почка прямая весь закон далее чем она толще будет но при этом умудриться сделать идеальные срезы то вы все зимы будете а я неправильно показываю я видел как некоторые умудряются вот так хотят их делать на себя естественно пальцы режете иногда значит чем толще тем мощнее саженец вот уже отличие тонких средних толстых тонкие нежелательно хотя можно вырастить полуметровый прутик а потом он будет развиваться но понимаете что он не зря такой тонкий он уже не зря ведь я же неспроста беру вот с этих вот вы представляете же это не так просто откуда мой опыт ветеринар Сан Савельевич когда сказал о двухметровых приростах у железова и даже руководители не поверили вот они же приказ дали она же учится она аспирантка мерить она мерила мои вот и толщину мерила так вот посмотрели значит где мы должны брать как можно ниже вот вот это условно делим на посмотрите видите тонкий средний и толстый но здесь не так выражено вот и вторая причина почему я учеба есть учеба не только да я взял на черенки это и так видно что брал на черенки обратите внимание как отрезаны выше почки видите все сделано полно но у этого дерева был второе дерево близнец его разорвало пополам на той половине четыре ведра слив густота как у облепихи плоды весом от 50 до 80 грамм что у Неверо-Востока разорвало ровно пополам и эта половина вот так было они же низко привиты прям до земли вот так вот разрыв был вот висит а по четыре ведра я сказал не по 8 по четыре ведра мы с моей тёщей пришли схватили за голову мы пытались их но это уже история садоводства состыковать с такой толстой веревкой обмотали и давай она это ей 7-7 то лет она а я веревкой наконец я их соединил вместе с плодами они были еще за виноваты все равно погибло дерево с тех пор я сказал себе все таки обрезка на формирование кроны нужна но умная обрезка а то формирует крону нижние ветки отрезают когда она замарует верхний вот смотрите это по железу вторая причина формирование кроны я испугался что а здесь тоже был самостоятельный рал я испугался что и эту еще это разорвет как то вот я память моя я жалел разорвало точь-точь такое дерево его близнец учебная фотография теперь мы смотрим само собой где мы режем вот тут отрезаем и вот эти полметра самая ценная вещь в мире здесь то есть здесь пять щепочки я потом покажу крупный план и здесь две-три ростовые которые дадут следующее поколение резать то надо не один год вот и этот момент вот это будет самый ценный черенок две-три почки за ним вот если видно то что я показываю вот этот вот как курсор называется вторая и максимум третья все это если хотите иметь такие саженцы а теперь что такое под словом такие саженцы так этому саженцы сколько лет устроить этот самый как называть викторину в этой викторине участвовали у меня курдемов и еще два профессиональных садовода ученых самый неудачливый сказал пять лет это не такое дерево а однолетние второй сказал четыре и третий сказал три вот это было это исторический факт потому что при свидетелях теперь курдемов свидетель так вот раз то было то угадайте сколько лет этому дереву правильно два года старого но этому дереву два года и это дерево сразу становится ценнейшие черенки это еще среднее как бы это толщина карандаша чуть больше но к сожалению вот такие вот это двухметровый прирост это тоже это второго года это однолетний пробег но со второго года он пошел вот этот и вот это но почками брать можно это любители окулировок как его проверить сильно уж куда толще это наверное из тысячи человек пять сможет это надо супер терпение это супер острый нож и при этом не раз обрезать себе пальцы под древесина твердое видите как я вас отговариваю а вот это вот такие рассылаю ну что все равно результаты неплохие но еще раз толстые средние тонкие самые мощные саженцы вот как этот это благодаря наша песня хороша теперь так что я тут написал сравнение расшатанно или не расшатанно следующее мы же договорились черенки сравнивать вот этот черенок а там потом вот этот черенок с двухлетки а у меня есть черенок с 22 лет вот потом про наследство чуть позже в данном случае какая наследственность ну чем он обязан такого мощного роста ну чё тут гадать то конечно маньчжорцу маньчжорец абрикос потенциально гигант не просто большой а гигант все что на него приваешь им передает свои качества можете говорить что эффективной габаритации не существует на здоровье но тогда они бы такие здоровенные бы не вырастали потому что в природе культурные абрикосы гораздо меньше чем даже у меня в сибири теперь толщина поговорили сравнение по разной длине поговорили сравнение почек по разному возрасте поговорим сейчас я вам скажу одну вещь которую мне многому научила сейчас может быть чуть ниже давайте посмотрим сюда это учебный снимок толщина карандаша это разной толщины абрикосы вот это самый тяжелый случай это самый толстый который рассылает у меня сейчас несколько сортов скоро надо ехать снова нарезать спрос оказался уменьшился на семена а вылечился на черенки у меня сейчас два-три сорта по одному самому толстому остались я говорю Юля я говорю Даша пожалуйста не это всем средний чтоб меня не пинали остается один высылать я говорю нет ждем когда еще раз в атаке привезу это не каждому дано посмотрели теперь смотрим сюда учеба есть учеба почему я написал жертвенное дерево дело в том что это старый снимок и этой черешни уже нет она была идеальна то есть здесь она не росла не было основания тут садить потому что здесь не было этого питомника там где они растут с нуля с нуля лет вот однолетку посадил вот тут обрезал так обрезал вот под эту почку видимо обрезал идеально редко так бывает потому что она могла отсохнуть и вот тут быть мертвичина почка уцелела и пошла в рост одновременно после обрезки на второй год вот эта веточка второго года эти все я получил идеальный саженец для заготовки черенков вот я эти почти не размножал черешни у меня был удивительный уникальный случай он сейчас есть такой фауль он живет в конце деревни он у меня как ну как ну человек состоятельный купил у меня самое я сказал давайте мне самые лучшие дорогие санкции он мне купил пять таких черешен уже на второй год черешни три из них превратились в вишни стопроцентные вишни вот мне было всегда некуда деваться это один момент прививка на 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 вишню сибирскую штабу привела к этому я уверен хотя вектидин гибридатии существует но вот найдется у вас один человек который скажет нет это вишня или даже гибрид или дюк нет это стопроцентная черешня и вот она у меня черенки на продажу я продавал продавал отрезал всегда вот так смотрите обратите внимание почки спящие неполноценные чем выше тем полноценнее вот здесь вот в этой левой веточке спящая 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 и вот полноценный начинается вот отсюда и даже вот отсюда вот это надо знать значит чтобы он развивался дальше я должен был втрез еще выше где-то я резал вот тут смотрите выше этой кромки далее черенки продавал все было хорошо через три года дерево умерло я его и называю жертвенное жертвенное и никуда от этого не деться в одном из писем ко мне кто-то уже назвал жертвенным то есть даже это слово пошло в народ жертвенное дерево такие долго не живут вот теперь дальше идем ценобай встать отказался у него молодые такие веточки так и просятся отрезать нет на отрез но я сколько мог немножко нарезал эти самые вот 75 черенков я от него привез их уже нет осталось по 2-3 толстенных я даже предлагать боюсь всем говорю нету так самых толстых вот таких вот и сам нарезал не больше десятка чтобы заткнуть дыры что такое заткнуть дыру но есть среди которым отказать невозможно вот и с чему я говорю и так где надо резать я сказал еще долго не живут персики и черешни самые нежные вещи особенно в Сибири это факт теперь это черешни занимается Тимоша он сам собрал знаете сколько ему было я когда посмотрел за голову схватился это фотографии 2016 года могу показать и доказать у меня же там они по папочкам 16 год а ему сейчас 9 представляете какого потомственного садовода я растю разговор зашел про черешню вот она видели 16 год сколько же ему было меньше 5 ему сейчас еще 9 нет ну кому интересно посчитайте сами вот и это дерево было уничтожено все далее делим черенки это все для Антона Валерьевича потому что он после меня скорее всего возглавит всю эту компанию по рекламе по обучению вот мне так кажется сейчас на таком уровне у меня есть человек 5 но он самый как сказать такой живой что ли как тот самый Ленин живее всех живых так вот это были вверх вниз а это же они же вот тут они были я отрезал это по стандарту а это верхушки и вот сейчас все хотел сказать это я вышлю это выбрасывается у меня никогда не было спрос был меньше никогда не было проблем с высылкой черенков сколько надо столько нарезал теперь обратите внимание на эти верхушки они не гонятся а вот тут любой институт должен был сейчас скинуться всех ученых вплоть до борщиц но за миллион рублей купить даже не то что вот это даже вот это и получили бы мировую славу почему потому что там в генах этих черенков такое находится что не дает им ни замерзнуть и не потерять качество и так далее и так далее это к слову а для нас пока это мусор потому что наш уровень такой вот ну сами понимаете так вот когда-то у меня было два случая это тоже важнейший момент в моей жизни какого ума не хватало я тогда не знал какой ценность я в самолете рядом с мужиком а в нем прям в самолете это значит тщательно упакованные саженцы верхушки я к нему что это слива какая слива какая вот такая банку стык трех лет любую банку стандартную не влазит у меня шок я давай уговариваю вот ну конечно сейчас бы я просто я бы отдал последние деньги я бы три дня голодал ну не хватило ума сказать деньги и купить саженец вот просто я говорю ну отломите мне верхушку я тогда не знал разницу между вот этим и вот этим ну не знал и сейчас от меня большинство из вас впервые узнали и он меня отламывает верхушку вот я ее прививаю ага это верхушку так слива такая привил на китайку я получил первый год когда-то у меня может есть еще фотоаппаратом деревянным фотографирование вот этим цифровым плодики были как мелкий виноград а он-то обещал вот это я не говорю что он меня обманул просто глаза начали раскрываться вот это вот вот это дало три десятка на кусте который вот такой величины я не преувеличиваю не преувеличиваю вот такой величины несколько лет три десятка вот таких плодов нормально а если бы я вас сразу бы попросил да на китайке у меня сейчас вот такие были эти самые сливы второй пример но это средняя Азия это с этого я летел с командировки с этого с регара или как он по-новому называется турсун заде да турсун заде там арюминиевый я там в командировке был два месяца это ладно а другой раз я летел с армении тоже с командировки вот там получилось так что армянам это было страшное время самое страшное какое может быть и я к одному второму сунулся и больше не совался а уже когда в самолете летел опять вот такой вот самый два метра высотой и опять он держит их в руке прямо в салоне и прямо вот так вот держит я к нему это это самое что за сорт он говорит это наш самый знаменитый армянский сорт демирчан а я запомнил знаете почему потому что у них первый сектор армении компартии тоже была фамилия демирчан поэтому я запомнил и опять выпросил верхушку привил а демирчан а потом я уже узнавался да действительно такой сорт это чудо сорт на уровне американского это где-то ред делишес вот такого такого уровня чудо сказка а я получил на четвертый год вот такой вот плодик вот и все а потом он еще и умер ну это была скелетная прививка я тогда не понимал что надо прививать то у земли нет скелет привил сейчас я на своем опыте я знаю что скелетная прививка по морозовке уступает на несколько градусов той что у земли да там у земли тепло там комфорт там снег уже поэтому вот видите сколько я вам наговорил и второй был облом и нет у меня демирчана идем дальше теперь мы с вами делим черенки на знаете что прошел час мне надо подогреть чай я вам тоже три минуты даю просто сильно быстро говорю не знаешь потом нет нет да это кто-то считает что сильно медленно кто-то сильно быстро давайте две минутки я подогрею чай потому что впереди самое интересное начинается до садовода про яйца чтобы уже поговорили вот 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 а вот вот Продолжение следует... 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 То, что применяется в виде микроклонирования официально. Вот. И на прививку они не то, что не годятся. Но нежелательно. Вот. И у меня было много таких фотографий. А пока возвращаться, но это будет ещё один повтор. Я уже не стал обратить на них внимание. После этой ветки должна идти двухлетка, однолетняя. Вот эти, которые незаконны. Они появились только потому, что здесь было обрезано. И сколько толдычить то, чего не видит никто. Что любая обрезка приводит к просыпанию этих чёртовых почек второго сорта. Неполноценных почек, неполноценных веток. Мы растут, что у них ниже. Вот. А потом дерево гибнётся. А причину какую угодно придумать. Только не то, что с собственными руками. Вот это вот. Разбудил вот это силы. А потом вспоминаете. Ах, караул. Ах, эти сволочи. Ах, эти волчки. Жирующие. Как их только не обзывает. Вот он, волчок. Теперь его не трогал бы эту ветку. И не было бы его. Тронул теперь. Теперь вот тут рану будем делать. Она уже ближе к штабу. И наша песня хороша. А вот последний пример. Ну, а дальше я в который раз знакомлю. Это серьёзная девушка. Жичина. Мама того самого Сеньки. Арсения. Ещё одного моего внука. Я ему крёстный отец. И этот снимок был сделан сегодня. Вот. Ворчала, но согласилась. Вот так выглядит заказ. Не рядовой заказ. Вот сколько человек заказал. Вот там список на двух листах. И выбор больших скоро кончится. Я не хочу растягивать до весны. Вот раз уж всё равно количество ограничено. Чернобаев сказал. Всё. Больше ни одного черенка не срежу. А так. И вот то, что на полу. Несколько сотен черенков. Это ваше. Другое дело, что закончить, перекреститься. И потому что ни сил, ни здоровья уже нет. Посмотрели. А для чего нужна племянница? Дело в том, что кроме каждой посылки, даже там, где не упоминаются семена, кладётся 4 пакетика. Там груш, вишни. Такие вишни, такие. Кому повезёт, значит, китайские сливы, волочные вишни, семена. Это значит, что на следующий год количество заказов увеличится. Потому что в этом году их примерно в 2 раза больше, чем в прошлом. Уже почувствовал разницу. Выросли мои подвое. Вот. Ну что. Запомните эту девушку. Если со мной что-то случится. Вот она. Пожалуйста. И она будет продолжать то, что я делаю. Так. Вот это интересное письмо. Оно совпало как раз. Второй, кто задал вопрос. Антон Валерьевич. Добрый день. Посылка дошла. Спасибо. Освободил от тряпицы. В тех же двух пакетах, что были сверху. И снизу положил пакет от посылки. Замотал ваши же пищевой плёнки и положил в холодильник. Правильно ли я сделал, Андрей? Честно говоря, я вам сказал. Гражданин Швецов был отвечен на вебинаре. Потому что я всё равно эту тему там рожевую. По заданию Сапронова. А так как вы собираетесь хранить в холодильнике, то первый ответ такой. В холодильнике очень сухой воздух. Малейшее, значит, вот в этих же пакетах, допустим, пищевая плёнка. Я даже знаю. Вот там, знаете, что мы хлеб держим? В этих. Такие вот рулончики, просто штук, обычно, да? Вот как они эти называются? Пищевые, да? У них и хлеб сух. Почему-то они пропускают воздух и влагу. А в холодильнике сухо. Значит, остаётся вариант, как у меня есть, и погреб. Вот он, погреб. Пакеты очень плотные. Завязаны капитально. И в таком состоянии, при температуре близко к нулю, даже при 5-7 градусах, они до марта лежат спокойно. Потом в марте начинают просыпаться черешни, если вы храните таким способом. Потом абрикосы. Но абрикосы просыпаются в начале цветочной пачки. И бывает, что я кладу спящие, а приходят через неделю-две к вам, а там уже белеют уже эти, набухли цветочные почки, аж прям чуть-чуть не засвели. А спящие, то есть не спящие, а ростовые ещё спятые. Привать ещё можно. Но всё-таки хранение должно быть как-то ближе к нулю. Как вы обеспечите, дело ваше. Можно в снег? Тут и в снег. Там и ждут мыши. Лесной, из-под снега, один год я вот так делал. Большой курган насыпал, потому что уже таяло, а ещё привать рано. Оно тает, привать рано. Но то потом, когда уже вокруг растаяло, остался мой сугроб вот такой. Он оказался заледенелый. Мне пришлось брать лом и выбивать оттуда свои эти. Когда я их выбил, я заглянул внутрь и ахнул. Они были вот такие вот. А вся влага была в виде иния, в виде снега. Такого снега, снега. Вот так вот заполнено было, вот так. Всё там, как песок. И я считал, что я загубил работу целого года. Но занёс тепло, влага исчезла. И она вся вернулась обратно в эти. Как губка, эти самые сухие, невероятно страшно смотреть. Веточки обратно всю влагу впитали. Я давай привать, нормально привалось. И всё-таки после того, когда выморозило. Хоть и в таком сугробе держал. Там же не ноль, всё равно минус. Там вся влага вылезла, вся влага выморозилась. И я так нервы помотал, думал, год потери. Больше у меня аллергия прислала закопать снег. Вот я всё сказал. Ну а потом, реальные таковые, приходит весна. Видите, персики. В прошлом году они оказались никому не нужны. Даже персики. Вот. И вот доказательство того, персики. Тем, что зарабатывает деньги. Это такая же работа. Раз и в это. Бочку. Раз и в бочку. И сжигаем. Вот это уже летом. Дождались отчветения. В это время мы уже вот это всё уничтожаем. Потому что були не нужны. В этом году всё наоборот. Ещё на год повзрослел сад. Ещё меньше черенков можно нарезать. А спрос вырос. Так что хотите, успевайте. Вот. А вот это интересный момент. Я рассказываю, прежде всего, для Сапронова. Почему? Жанна меня не назовёшь. И вдруг он мне попросил прислать ему Петра Великого. А я ещё раз говорю. Пётр Великий – это чудо из чудес. У него два названия. Пётр Великий и Персиковый. Там, на Украине. Вот. Херсонская область. Береславский район. Когда я... Историю... Только Антон Сапронов ещё больше расстроится. Когда я скажу, что... Когда... Я зимой познакомился с ними. Логи лежали в банке. Выковырять не мог. Думал, что это персики. Вот. Почему они там были твёрдые? Их ложкой протыкаешь. Они на зубах... Ну, как яблоко ешь. Или они так делали недоспелые? Я не спросил тогда. Ну, с бутылкой. С матьями. Как там звали? Моего приёмного сына. Дед с бабушкой. Я к ним ходил. В гости с ним. И вот, когда они меня угощали. Получилось, что... Не всем к снякому банку лазили. Черенки зимой тут же нарезали. И когда... У меня... Дала первый урожай. Он оказался даже и не... Абрикосом. Так. Даже и не абрикосом. Они оказались 30-40 грамм. Я... Рано поспели. Очень рано. Вот. Я их возил в Москву на ту конференцию, где меня отключили микрофон. А я привёз и на тарелочку всё. Первое полузелёное. Вот такие были. Ну, 30-40, 20-50 грамм. И Байкалов привёз. Такие же и тоже рано. И на 100-200 специалистов, докторов, кандидатов и прочих академиков не привёз. А время-то было раннее у нас на Сибири. Первое начали созревать. А в Европе было самое то. Они не привезли все сотни организаций, ни одного абрикоса. Я тогда понял. Да, ребят, кажется, плохи ваши дела. С тех пор я только подтверждение получал. Если кто и продаёт, то... Тибиразевка, мои фотографии, да. Этот, неудобно говорить, которое есть слово, научный. Мои фотографии. Крупнейший питомник, как он называется, тоже претендует на научный. Ну, назовём его уральский. Стыдно уже. Шесть моих фотографий. Я вам показывал. И вот получается, что... Значит, проходит два года. Мои скелетные привыкли. Раз, 40 градусов. И мертвый. А потом вдруг выясняется, что я успел забыть, что у меня был в гостях Боддер Борис. Что я ему подарил веточки. Позапрошлый год я к нему приезжаю по каким-то делам. Мы ходим по саду. Я говорю, ну какие у вас сорта абрикосов? Он назвал два сорта. Говорит, это мне немного. И Петр Великий. У меня давление 200. Я говорю, а плоды были? Конечно, а какие? Вот поверьте мне, он показал вот так. Веточку! Ветку, ветку, ветку. И, значит, это. Позапрошлый год мне веточку привозят оттуда. Обычно я еду к себе. Бодные, а мы занятые люди. Привезите от него веточку. Привезли. Вот Петр Великий. Привил. Ну, может быть, их две-три получилось. Но не каждая пошла. Привил крону культурного. Это я для Антона Рябовича. Вот. Что получилось? А получилось следующее. Первый год она росла. Росла. И я выросла вот такая вот. До сюда. То есть, она росла дальше. А мне же разложить надо. Понимаете? Где потом возьму? Мало ли. И я взял годом раньше. Вот этого еще не было. Небольшой веточкой. Это учеба. Поймите, насколько все серьезно. Я здесь отрезал. И эту веточку перенес. И сейчас у Сергея есть там пять небольших саженцев. Однолеток. И что я увидел. Приходит весна. Год прошел. Не просто замерзла. Это, как сказать. А чикнула. Засохла. Вот до сюда. Засохла. Замерзла. А это была теплейшая, Антон Валерьевич, зима. За все годы. За все. Даже не 35 лет, что я тут. А все 100 лет. Самое теплое. Никогда такое не было. И тем не менее, эта обрезка привела к этому. Ниже почки оказались живы. Заметьте, вот эти. И здесь. И выбросили вот эти два побега. Это двухлетка. Теперь мы смотрим на эти самые. Как они. А на нем уже есть цветочные почки. Ну, приведите. Цветочная веточка. Я так называю. Плодовая веточка. Видите? Посмотрите, она вся в цветах. Вот они. Вот они. Вот эти. Вот. И результат такой. Значит. Вывод. Я боюсь вам срезать в этом году. Если вот здесь срежу. А надо брать ниже. Сейчас, как я учу. Допустим, здесь. Допустим, здесь. Я к весне могу получить вот это мертвое. У меня таких примеров десятки. Хух. Высказался. Ну, это учеба. Хотите размножить? Рискуйте. Я рискну. Она мог вообще вся погибнуть. Так же. Вот место прививки. Смотрите, где. Видите? Вот. Полюбовался на это. Потом скелетная прививка погибла. А в то время прививать у земли я не догадывался. Вот так. Смотрите.